Привет, с вами Андрей Сунко и сегодня учимся ставить цели по смарт. Это съедобный бизнес, не переключайтесь. Что же такое смарт? Смарт это система целей, которая превращает вашу мечту в измеримую, конкретную, реальную, ограниченную по времени цель. Что же такое цель? Цель это того, чего ты хочешь достигнуть. Сейчас ты в точке А, цель это точка Б. Чем подробнее будет описана цель, тем выше вероятность ее достижения. Поэтому необходимо разложить на молекулы твою цель и путь к ее достижению. В этом нам и поможет система смарт. Система смарт начинается с буквы S, specific, конкретная. Цель обязательно должна быть конкретной. Это не может быть просто какой-то обобщенный посыл желания. Приведу пример. Я хочу больше зарабатывать денег. Это неправильно. Правильно сказать, я хочу начать зарабатывать на 30% больше каждый месяц. Важно понимать, что в конце цели должен быть четкий результат. И он должен быть один. Если же вы во время прописания вашей цели понимаете, что цель довольно глобальная, нужно ее раздробить для того, чтобы все равно был только один результат у одной цели. Далее, M, measurable, измеримая. У цели должны быть поставлены четкие критерии, либо же измерители. Она должна была быть описана таким образом, чтобы по этим KPI вы могли отслеживать прогресс в направлении движения вашей цели. Теперь, приведу пример. Я хочу, чтобы на моем канале было много подписчиков. Это неправильно. Проще сказать, я хочу, чтобы цель была достигнута. Миллион подписчиков в конце этого года. И каждый месяц я буду понимать прогресс к своей цели. Далее, A, equitable, достижимое. Важно понимать, что цели должны быть достижимыми. Не ставьте заоблачные цели. Лучше их раздробить на маленькие достижимые. Важно учитывать при достижении цели ваши навыки, время достижения, инвестиции людей в вашу цель и в вас. Приведу пример. Я хочу похудеть за неделю на 10 кг. Нереалистично. Если я поставлю себе цель, я хочу похудеть за 2 месяца. Вероятно, что это будет правдой. Помните, что когда цели реальные и достижимые, мотивация ваша на пути к их достижению тоже выше. Следующее, R, relevant. Уместное. Очень важно понимать, что ваши цели должны быть уместными и не мешать друг другу. Когда вы ставите глобальную цель, к примеру, я хочу купить машину. И вы ставите цель, что для того, чтобы ее купить, я буду экономить. Я не буду ездить на отдых, либо вообще отдыхать, буду работать 24 часа в сутки. Или я буду экономить на еде и откладывать деньги на машину. Это неправильная цель. Лучше поставить цель зарабатывать больше, повысив свою эффективность. T, time. Временная цель. Цель всегда должна быть ограничена во времени. Вам необходимо ставить дедлайн по выполнению этой цели. Ограничение срока позволит сделать цель контролируемой и повысить мотивацию. Приведу пример. Я хочу прочитать 10 книг. Неправильная цель. Я хочу прочитать 10 книг до конца этого года. Это правильная цель. Есть четкий дедлайн. Есть четкая мотивация достичь эту цель. Очень важно понимать, что система Smart, постановка цели, применима как к вашим личным целям, так и постановка цели вашим подчиненным. Важно знать, что когда вы ставите глобальную цель, напомню, необходимо декомпозировать эти цели, разбив их на маленькие подцели с одним результатом. Разбивайте ваши цели и идите шаг за шагом к вашей мечте глобальной цели. С вами был Андрей Сунко. До следующей недели. Пока.